Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! У нас была, были, так скажем, сеансы психотерапии, мы поболтали с Дорис и поболтали с Руф. Ну, утешили обеих и помогли им немножко справиться с этой небольшой ссоры, которая была в предыдущей части. Гляньте, сейчас подсказка с предыдущей серии вылезет. Вот. И рекомендую подписаться на канал перед началом и поставить колокольчик. Так как вам этого ничего не стоит, а мне приятно, мотивирует, и вы видео будете первыми узнавать и пополните нашу семью. Ну, а теперь вперед. Еще, кстати, чисто так, интересная информация. Этот. На диалог с Руф, то, что мы к ней первые придем, не влияет ни на что, так как там начало вообще не изменилось вообще. И весь диалог сам так таковой не изменился. Но, как только я вернулся обратно на лестницу, Руф там уже не оказалась. Точнее, Дорис. Дорис там уже не было. Так что это показывает, что это крайне важная вещь. И лучше, ну, так не делать. Лучше именно, если вы хотите все-таки получить это достижение и подзаморочились, и смогли догадаться, добыть шоколадку и отдать ей. Кстати говоря, там, кажется, я слышал, что не обязательно ее отдавать, но я решил ее Дорис отдать. Вот. Но в любом случае, вот такие вот дела. Поговорить, кстати, не получится. Мне кажется, она хочет побыть в одиночестве. Так, что еще интересного есть вообще? Может, в радиорубке кто-то есть? Ручки. Ни черта. Оборудование непонятно. Нихрена. Подожди. А, было? Подожди. Вернемся. Это чисто так. Небольшие исследования, они быстрые. Крутят ли по радиомузыку? Я послушал что-нибудь веселое. Кстати, нихрена. Ладно, ни черта тут нет. Так что, ладно, пошли дальше. Что тут у нас? Никого тут вообще даже нет и намека ни на кого. Может быть, конечно, можно было в тот раз именно так, как... Я знаю, некоторые диалоги блочатся в игре, но ладно. Ну, если уж один диалог я не увижу, то ладно. Можно это пережить, так как главное, главное мы зацепили. Да, простись за эту автологию. Ладно, все, пошлите. Где он вообще может быть? На кухне его нет или есть? Костельная пустая, кстати. Костельная пустая. На кухне его тоже нет. Так он отсюда вышел. Так что, да, пустота. И где он может быть? Если Костельная его нет, нигде его нет, то может он тут? Склад. Даже Вольфганга тут нет. Я думал, я его тут встречу. Ну да ладно. Пошлите наверх. Это последнее место, где он может быть. А, да. Пошлите. Немо, ты тоже к командиру? Тогда занимай очередь. Он сейчас говорит по телефону. Генерал дал мне новые инструкции по написанию отчетов. А я не знаю, как их удобнее внедрить. Нет, Оливер, я к тебе. Мне нужна кое-какая книга, но в библиотеке я ее не нашел. Могу посоветовать что-нибудь другое. Какой темой ты интересуешься? Я говорю не о художественной литературе. Мне хотелось бы найти книгу о шифрах, например. Я очень люблю тайны. О, я знаю, что тебе понравится. Собака Воскервилей. Потрясающая история. Мне скорее учебник нужен. О. Учебник? Хм, вроде был такой. Надо посмотреть. Спасибо, Оливер. Да, посмотрю. Ну, можешь, пожалуйста, принести газировку? Вольвиконг знает, где ее раздобыть. Хорошо. Надеюсь, он не забыл. Вот и ладненько. Буду ждать здесь. А, совсем забыл сказать. Сегодня тебе нужно будет убрать у нашей казармы. Тебя позовут, как придет время. Так, значит, нам надо работать. Ну, пошлите. Так, достать газировку для Оливера. Ну, значит, надо искать Вольвганга. Кстати, а он не на складе, не? Нет, на него даже намека нет. Так, и где же этот наш дорогой? Глазастик с его окулярами сидит. Так, Хельга до сих пор в одиночестве хочет побыть. Радиорубка, я сомневаюсь. Скорее всего, он где-то на поле... Да, да, да. Это обычно тут и Ганс сидит. Так что, я думаю, да, он на главной тренировочной стоит, да? О, да. Привет. А, кстати, в далеки никого нет? Никого. Пошлите. Привет, дружище. Вольвганг стоял у центральной мишени и ковырял указательным пальцем одно из отверстий от пули. Привет, Вольвганг. Он вздрогнул и оглянулся. На лице появился испуг, а голова вжалась в плечи. Нему... Привет. Спасибо, что не забыл меня. Сегодня очень хорошая погода. Вольвганг прищурился, уставился на солнце. Он рассматривал его слишком долго, то и дело отводил взгляд. Моргал, а я нетерпеливо постукивал пальцем по своей ноге. Подожди, что? Я даже сам что-то удивился. А я нетерпеливо постукивал пальцами по своей ноге. А, ну ладно, все верно. Да, погода хорошая. А я это тоже... я это тоже заметил. Хочешь, прочитаю, как я ее описал? Может, в другой раз? Гу-гу, тогда в другой раз. Оливер попросил меня принести газировку. Не знаешь, где можно ее найти? Газировку, газировку, газировку. Он забубнил себе под нос и зашуршал страницами. Пошел. Ее разливает сержант Лемон. Я записал... Я записал, что она делает для меня скидку. Скидку? Сержант Лемон? Да. Сержант Лемон сама ее готовит и продает солдатам. Командиры пьют газировку бесплатно. Продает? Вот, то есть, мне нужны деньги? Ну, а... Да, нужны. Но у меня их нет. У меня тоже. Мы стояли и смотрели друг на друга. Волюганг, вытянувшись в струнку, моргал. Тогда я пойду искать деньги. Он закивал. Так. Ладно. Ну, как скажешь, дружище. Пошли. Пошли искать деньги. Деньги-деньги. Кстати говоря, я знаю, где их раздобыть. И мы же нашли в подсобке кое-какую баночку с днижищами. Память меня не подвоит. Она тут. Да. Эта банка явно не пустая. Отлично. Ну, немножко под... Отлично. Надеюсь, хозяин копилки забыл о своих накоплениях. Сомневаюсь, но я думаю, от пары монет обули не будет. Я думаю, он не очень разослится. Пошлите. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Так. Вот. Даже продают газировку. Интересно. У меня есть деньги. Куда идти? Я покажу. Сейчас позову ее. Ой. Простите. Наконец показался Вольфганг, а рядом с ним шла сержант Лемон. Ты позвала... Ты прознала о моем бизнесе? Я выпрямился. Так точно, Вольвер попросил принести газировку. Какой молодец, отставить. Вот, хватай, сегодня с вишней. О, неплохо. Спасибо, этого хватит? Сержант Лемон удивленно вытаращилась на монеты. Это еще зачем? Плата за газировку. Она с недоумением посмотрела на меня, потом на Вольганга и вдруг рассмеялась. Как? Ты не понял мою шутку, Вольфганг? Тот забавнил. Я, наверное, неправильно записал. И вскидку поверил. Вольганг прикусил нижнюю губу. Да, Вольфганг, отличный ты просто покупатель. Точнее как. Тебе прям отлично ты умеешь торговаться. Мы могли бесплатно газировку получить, а мы кого-то обокрали. Что ж, давно пора брать за эти деньги. А ты такой же наивный, да? Ладно, мне пора, ребятки. В следующий раз можете снова приносить свои собережения. Я буду рад обобрать вас до ниточки. Она пошла к баракам, а я зачарованно провожал ее взглядом. Всем телом ощущая, насколько Вольфгангу неловкость стоять рядом со мной. Не буду его беспокоить. Он просто застыл истуканом. Настолько сильно было, настолько ему неприятно. Да, интересная ситуация, конечно. Ну что ж, деньги получили, газировку получили. Может в этой серии все-таки сможем добыть эти чертовы шифры. Ну пошлите, я думаю, не сильно тут все изменится. Кстати, а где она может быть, Хельга? Она не в Костельной, кстати? Давайте, я буду проверять все, так как хочу с кем-то пополтать. Может кто-то где-то сидит. Я ведь не знаю, как тут скрипты работают. Так, ну все. А, подожди. Получается мои... Да, все пропало, только газировка осталась. Ну, погнали. Пошлите. Уже принес? Я передал бутылку с вишней газировкой. Пойдем. Отлично. Оливер долго рылся. Сначала в одном шкафу, потом что-то вспомнив, отошел к соседнему. И со второго ряда вытащил нужную мне книгу. Отлично. Шифры. Спасибо, дружище. Вот она. Подойдет? А я пока вернусь к командиру. Мне еще не удалось с ним поговорить. Спасибо, Оливер. Он закивал и Бойко вышел из комнаты. Пора расшифровать записку. Но сперва нужно убедиться, что рядом со мной никого нет. Пошлите, давайте в это место. Вот тут мы и посидим. Расшифровать записку из дневника Вольфганга. Ну, давай. Где она? Так, записка. Вот она она, так. Непонятно, как тут. Ты как? Не могу понять, как его расшифровать. Думаю, это несложно, если знать ключ. Где его найти? Бойко не оставил в дневнике подсказку. Возможно, он воспользуется одним из существующих шифров. Так, подожди. Ой. Ой, мать. Извиняюсь. Черт тебя, дери. Так, Лам, подожди. Надо что ли дневник открыть? А, во. Приветствую, Вольфганг. Так, эта информация только для него. Для твоих заметок. Я последовательно, я последовательно поменял буквы местами, чтобы сделать ту самую запись. Зашифровка 3, 2, 5. То есть, я снова менял третью, третью букву, потом вторую и так далее. Так, и как же мне расшифровать эту записку? А, теперь мне надо определить. Так, давай. Так. Да, ладно. Давайте, если я сейчас не накликаю, то я просто перестану пытаться и попробую по-другому. Три, два, пять. Подожди, главное, чтобы я не повторялся. Ладно, я понял, не получается. Давайте, два, пять, три. Нет, не верно. Неправильно. Так, ну давай попробуем теперь пять, два, три. Теперь будем пробовать. О, получилось, пять, два, три. Блин, нащёлкали всё-таки. Ну, повезло, хотя бы комбинаций тут не слишком много. Где-то через три минуты. Мы зажаты в кулаке жестокой судьбы, что наказало нас за прегрешение. Одна лишь синеволосая девушка яростно противилась тому эксперименту. Мы её поддерживали, и её длинные ноги свободны. Сводили всех девушек с ума. Подожди. В жестокой судьбе лишь девушка яростно противилась тому эксперименту. Синеволосая девушка, её длинные ноги сводили всех с ума. Хм. Блин, а ты не почитал эксперимент? Там как бы, блин, целый момент был. Подожди, а что это? Секунду. Так, извиняюсь, я проверил, звук остался. Я что-то подумал, что звук пропал, а это просто в игре. Здесь определённо говорится о Хельге. Мне нужно обязательно с ней поговорить. Но уже завтра. Сегодня у меня есть другие обязанности. Я боюсь, как ты вообще будешь с ней говорить? Знай, какой ты хороший запрашивальщик. Ты, скорее всего, в лоб её спросишь. А про эксперимент? Про судьбу? Серьёзно, ты же сам говорил, что ты не очень хороший детектив. Надеюсь, скоро всё прояснится. Ну, посмотрим. На следующий день, ближе к обеду, я решил найти Хельгу. Поговорить с Хельгой. Ну шо ж, смотри сюда, не есть бобы на ночь. Может, мне самому напомнить об этом Вольфгангу, раз он всё время забывает. Кровать Яка лучше не буду к ним касаться новыми объединениями. Так, тут ни хрена нет. Кстати, пофигу. Ну всё, получается. Да, тут уже ничего мы не найдём. Тут уже ничего не найдём. Тут я всё это смотрел. Ну ладно, пошлите. Так. Гоу в библиотеку. Никого нет. Ну и в архиве тоже, да? Да. Пошли отсюда тогда. Так, ладно, персонажа мы не нашли. Может, женскую эту? О, мы можем зайти. Да нет, никого тут нет. Так. Так, ладно, я понял. Тут нифига интересного мы не найдём. Удивлён. Нам дают доступ. Пошли наверх. Кто-то есть? Мне там делать нечего. Ну ладно. И где же можно ещё найти персонажей? Па-па-па-па. Так, скорее всего она в Костельный. Ну, го, посмотрим ещё вот сюда. Может, тут кто-то есть? Да нет, никого я не вижу. Ни намёка. Все комнаты, кажется, смотрели, да? Да, мы всех осмотрели. Давайте попытаемся выйти. Если нам не дадут выйти, значит, я понял, что нам нужно делать. Пошлите дальше. Так, если тут кто-нибудь радиорубка. Пустота. Так, ясно, я, кажется, понял. Ну всё, кажется, никого, ни одного намёка. Понял. Ну, пошли тогда выкатить в Костельную. Так, какие вот дела. Пошли, пошли. Ой, как я боюсь, что он сейчас будет говорить прям напрямую. Ну, кто же ещё вперёд? Приветики. Ты свободна? Я бы хотел немного поговорить. Вообще-то я очень занята. Она выпустила изо рта облако дыма. Это ненадолго. Прямо сейчас? Желательно. Идёт. Что там у тебя? Погоди. Раз уж тебе хочется почесать языком, то помоги мне. В углу утюг. Нужно погладить бельё вон из того мешка. И сложить его вон на эти полки. Задача ясна? Я внутренне содрогнулся. Хорошо. Да, нас запрягли работать. Я принялся за глажку, а Хельга докуривала. А Хельга докуривала сигарету. Окно было открыто, поэтому я встал к нему поближе, чтобы не вздыхать дым. Как считаешь, вы сражаетесь за правое дело? В каком смысле? Ты поддерживаешь вашу идеологию? Идеологию? А что ты о ней знаешь? Ну, вы хотите изменить мир в лучшую сторону? Оберегать природу, бороться с суеверием, ускорить эволюцию? Что-то вроде этого. А как вы осуществите эти планы? Хельга разглядывала носки ботинок. Я попробовал подойти к теме с другой стороны. Тебе здесь нравится? Наконец она посмотрела на меня. Как видишь, я сижу здесь, а кто-то сражается на передовой. Выходит, тебе это не нравится? Точку. Ты не ответила на вопрос про идеологию. Эльга глубоко вздохнула. А что тут отвечать? Я с теми, кто со мной. Идеологии сменяют друг друга настолько быстро, что я не успеваю их запоминать. Это я утираю. Утрирую, конечно. А эксперименты тут проводят? Э-э-э! Как-то слишком резко. Может, я, конечно, и ошибаюсь, но что-то слишком резко. Ты о чем? Испытание оружия? Такое есть. А-э-э. Мне... Че ты так... Вот. Не знаю, блин. Речь идет о каком-то персонаже, но каждый раз, когда он задает такие вопросы, прям кряне неудобные, все равно ежусья. А какие-то другие эксперименты? Ой, Эльга молча. Молчала ее, Бройс. Сошлись на переносице. И она потушила окурок прям... Подожди, что? Она потушила окурок прям о столешницу, оставив на поверхности черное пятно. Более на удивительно, что не об руку. Ты обычно тушишь сигареты об руку. Тебе даже не больно. Ты задаешь странные вопросы. Где я нахватался? Якова наслушался. Я занервничал. А-а-а... Напрямую я это сказал, боже. Блин, Яков реально прав. Ты никчемный детектив. Ты напрямую ей говоришь, что ты откуда-то знаешь об этом... Ладно. Как говорится, я думаю, я бы действовал точно так же. Как говорится, все мы... Ой. Все мы на словах львы толстые. Я слышал, что ты участвовал в каком-то эксперименте. Мне стало интересно. Да? И кто это сказал? Просто слышал. Может, тебе тогда и спросить у того, кто любит трепать языком? Наш разговор окончен. Спасибо за помощь, Нему. Хелька подошла ко мне и забрала утюг. И выставила за дверь. Так. Снова неудача. Никто из спецотряда не намерен открывать правду. Все кроме одного. Кроме Якова. Я не хотел рассказывать ему абсолютно все. Но он мог бы помочь разузнать, что за комната прячется за стеной кабинета Вагнера. Вдруг она связана с преступлением. Раз Хелька намерена молчать, а других зацепок у меня все равно нет, то почему бы не заняться поисками спрятанной двери? Ну шо ж. Ну, кстати говоря, неплохо. Но на этом и закончим как раз таки. В следующей серии уже поглядим на дверь. Ну или давайте поболтаем с Яковом. Чисто так, напоследок. Пошлите. Где он может быть? Он тут? Нет. Найти Якова. И где ты? А вот. О, здравствуй. Я встретил Якова в коридоре и схватив за руку потащил на склад. Нормально так. Ты сегодня чересчур напорист. Что-то случилось? Ты обещал помочь. Помню. Ты кое-что обнаружил. Я кое-что обнаружил. Кое-что? Яков прищурился, а потом отвернулся от меня и начал осматривать помещение. Открывать коробки и заглядывать во все щели. Наконец он снова подошел ко мне. За кабинетом Вагнера находится какая-то комната. Я видел ее через отверстие в стене. Там не комната, а камин. Просто у него широкая труба. Не настолько. Я правда видел комнату. Там был стол, лампа, печатная машинка. Уверен? Может это шутка? Или проверка? Или проверка? Конечно уверен. Но для чего там помещение? Кто им пользуется? Не знаю. Возможно Вагнер хранит там ценные бумаги. Нет. У него в столе... У него в стол строен сейф. Вряд ли там комната, если она... Вряд ли та комната, если она не плод твоей фантазии и принадлежит ему. Генералу не понравится, что у кого-то из подчиненных есть секреты. Может он все знает? Если за стеной кабинета действительно есть комната, которую даже я не обнаружил. Это весьма интересно. Пойдем посмотрим. Яков кивнул. Я видел, как командир выходил из казармы. У нас есть время, но нет ключа. Или ты уже успел его достать? Его броми сместились вверх. Яков смотрел на меня, как на ловкого воришку. Неужели этим взглядом он напомнил мне об украденном ключе от архива? Зачем нам идти в его кабинет? Убедиться, что ты не врешь. Я хочу сам увидеть эту тайную комнату. Тебе не придется ее проверять. Тебе придется поверить мне на слово, потому что ключа у меня нет. Очень жаль. Мы можем осмотреть стену и камина возле кабинета. Там может быть тайный проход. Или замурованные люди. Или замурованные люди. Прекрати. Я не шучу. Как думаешь, и дверь может быть в кабинете Вагнера? Сомневаюсь. Ничего интересного, кроме запертых ящиков, я там не видел. Когда ты успел там осмотреться? Как только поселился здесь. Понятно. Тогда будем искать вход в другом месте. Сейчас это самое разумное решение. Надеюсь, ты не спрятал там ловушку. На всякий случай напомню. У меня два револьвера, и они оба заряжены. Не волнуйся. Яков подергал ручку кабинета. Заперто. Нема, стой у лестницы. Предупреди меня, если кто-то вздумает подняться. А я осмотрю стену и камин. Я встав в указанном месте, я посмотрю. Посматривал вниз. Посматривал то вниз, на первый этаж, то на Якова. Первым делом он натянул лицо малышку, приложил ухо к стене и принялся костяшками пальцев в разных местах ее обтукивать. Потом внимательно разглядывал зазоры между досками, изучая трещинки. А иногда пытался что-то расковырять. Лишь бы Вагнер не вернулся сейчас. В отличие от меня, Яков выглядел сосредоточенным. Его руки скользили... Его руки скользили по углам камина, а нос сквозь черную маску пытался уловить посторонние запахи. Яков сел на корточки и осторожно надавил на облицовку камина. А потом... Ой... А потом... На стенке топки. Ничего не происходило. Он подошел ко мне, отряхнул перчатки и стянул маску. Что-то узнал? Ничего. Но ты был прав. За стеной определенно что-то есть. Я улыбнулся и почувствовал волнующее предвкушение. Словно шел по горячим следам преступника. Нужно найти вход в комнату и изучить ее. Гениально. Яков с иронической улыбкой похлопал в ладоши. Думаю, нам стоит внимательно посмотреть на план казармы. Я кивнул. Ну что ж, а это мы будем делать уже в следующей части. Так как уже что-то видео затянулось. Да, что-то я подзатянул. Надо было сразу заканчивать. Ну да ладно. Надеюсь, вам понравилось. В следующей серии мы наконец-таки раскроем. Мы узнаем, что же в этой чертовой комнате находится. И думаю, скорее всего, узнаем наконец-то об этом чертовом эксперименте. Так как первая уже деталька есть. Мы знаем об эксперименте. Мы знаем о том, что из-за этого эксперимента Вольфганг потерял память. И скорее всего, его и Руф, немножко психика у нее пошатнулась. И она решила считать его мужчиной. Кстати говоря, я... Это лишь теория. Скажу так, Ютуб, не бей меня. Я лишь говорю теории. Я не утверждаю наверняка. Возможно, она решила это самостоятельно. Такие уж дела, простите. Приходится это обговаривать. Чтобы Ютуб потом меня не побил по голове за неплохие вещи. Хотя, кажется, он не сильно, ну прям, будет бить меня по голове. Так как... Ну, главное, чтобы я прям ничего-то прям радикального не говорил. Ну, ладно. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, или дизлайки ставьте, как вам нравится. Ставьте... Оставляйте комментарии. Пишите о новых играх. Предлагайте их. Они будут попадать ко мне в список. Критикуйте, говорите, что там с роликом. Нужно ли что-то уменьшить или увеличить в виде громкости. Это будет мне полезно. Я смогу корректировать все настройки под вас, чтобы вам было приятнее. Заглядьте в описании, копируйте мою ссылочку и переходите на мой сервер в Дискорде. Только так теперь можно и попасть туда. Вот. Ну и не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, чтобы пополнить нашу семью. И узнавать о новых постах в сообществе. Кстати говоря, там сейчас в сообществе есть один интересный постик с голосованием. Вы можете сейчас проголосовать и повлиять на то, будет ли кое-что именно повлиять на саму игру, которая скоро должна будет выйти на канале. После уж того, когда мы закроем другие пробелы. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся, товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok